Всем привет, ребятки! Сегодня мы вместе с вами, ребята, поиграем в Sky Wars на сервере Hypixel, ребятки. Хе-хе, да, снова сегодня с вами я, The Master, ребятки. Вот, и, наверное, сейчас начну играть и расскажу вам одну очень интересненькую историю. Ну что ж, ребятки, вот я и зашел на игру, сейчас уже начнется, будет начало, как говорится, я решил поиграть в этот раз в Insane, в прошлый раз играл в Normal и вчера, ребята, ко мне привезли котеночка, да, вчера привезли котеночка, наконец-то, ребят, наконец-то мы с Алей назвали котеночка Санни, вот, то есть, ну, не Саня, а именно вот Санни, Санни. Он такой милашечка, он такой классный. Знаете, отчего я сегодня проснулся, а? Знаете, отчего? Потому что какое-то милое существо топталось по моему лицу, а потом он начал тереться своей жопой об мое лицо, я не знаю, на самом деле, что это было, это был признак уважения ко мне такой, любви, или... Все же он, типа, высказывал свое неуважение ко мне, как раз-таки. Я не знаю, что он хотел этим сказать, но это было очень странно. Ну, знаете, когда коты трутся об тебя жопой, это реально очень странно. Ой, чувак, здорово, кот, строишься пока. Что-то, нет, нет, не умирать не хочешь, что ли? Он не хочет умирать, ребятки. Сначала, наверное, его убил. Ой, отравил меня, смотрите-ка. Ни хера себе, там еще чувак есть. Так, ну, чувак, понимаешь, у меня меч чуть получше, да и ты, тем более, выходишь в лету сейчас. Отлично, кстати, вечер возвращаются, ребятки, и мы их с вами забираем. Я могу кинуть себе скорость на минуту, да, одеть вот это все дерьмо. Одеть это и перед... Об этом, блин, такой замес жесткий идет. Ладно, погнали. Регеночку. Пацанчика выкинуть отсюда нахер. Что-то он не выкинулся. Пацанчик, ты что-то не выкинулся. Пока. О, вот этот парень, кажется, что умеет попашиться. Но, нет. Еще один сзади, еще один умирает, и еще один. Нифига себе, телепортируется мне за спину, what the fuck? Что за читы? Что за читы ты используешь, чувак? Но нет, но нет, ребятки. Первая игра у нас, и сразу же победа. Просто с первого раза захожу и реально выиграю, what the fuck? Хороший начало дня. Так вот, маленький такой, маленький, пушистенький комочек счастья, ребятки. Он просто такой хороший. Я, наверное, специально для вас, ребятки, еще фоточку в видео вставлю. Вот. Правда, я в Инстаграм и ВКонтакте ее уже выкладывал. Но вставлю фоточку своим китиком, чтобы вы его посмотрели. Тоже вы посмотрели моего маленького котеночка. Это будет очень здорово. Блин, я, по-настоящему, просто очень люблю домашних животных. А у меня моего домашнего животного уже очень долго не было. Ну, знаете, там, по личностным причинам. То, что, как бы, у меня мое прошлое животное, оно, как бы, долго не прожило. Ну, в связи с некоторыми причинами, да. То есть от старости ему было. Ну, как долго. Он 16 лет прожил, мой котик. До этого. Вот. Ну, и с тех пор у меня больше не было никаких кошечек. И для меня, вот, реально счастье за долгое время, что у меня появился хоть какой-то котенок. Вот. Я давно себе хотел кошечку, потому что. И вот он у меня появился. И сейчас я даже не знаю, о чем еще гореть, кроме как в своем котике. Истрять у этого пацана и убивать его. Что может быть лучше, чем смерть и котики? Ну, смерть. Да, алло! Стилир! Ты что, долго будешь целиться там? Стилир, неводяй. Или застилил просто. Даже, даже не это, даже не... Даже не задумываясь, просто сделал, застилил моего пацанчика. Это был мой пацан, ты понял? Это был мой пацан. Я должен был его убить, а не ты. У меня есть меч на силу, это хорошо. Есть этот пацанчик, который хочет умереть. У меня, правда, лук на пауэр 3, скорее всего. Здесь на инсейне обычно такие луки попадаются. Ну, ничего страшного, мы сейчас так вот сделаем. Да ладно тебе, чувак, ты успокойся давай там. Успокойся, что стрелы бесконечные, что ли, нашел? Не думаю. В принципе, регенерация, есть скорость. Мы сейчас с ним что-нибудь придумаем. Надо дать их здесь, нужно вот так вот, оп. И у меня кончились стрелы, да? Вот у меня как раз-таки стрелы закончились. У него что-то были стрелы с кита, а у него, скорее всего, 30 стрел из этого, из пака, который он нашел в сундуке. Ну, тут такое часто находится. Пак лучников в сундуке на инсейне пауэр 3 на скайварсе. Как видите, с прошлой моей серии я, в принципе, немножечко поиграл, да? Вот, многие писали, типа, мастер, зачем ты выложил ту серию, в которой ты просто бегал, да? И записал и фейлы, и поражения. Вот, у меня, ребята, я SkyWars снимал еще этот, ох, вы начали смотреть всяких клэрит и так далее, до того, как каналы всякие появились. И у меня SkyWars на канале уже выходил очень-очень-очень много раз. И поверьте, за все время многим хочется посмотреть не только победы, а и фейлы. Можете смотреть их каналы, да? Ну, не только там, всяких SkyWars, грубо говоря. И ждать от них только побед. Но, как показывает практика, фейлы тоже иногда интересно посмотреть, потому что фейлы зачастую, вот честно вам скажу, фейлы зачастую бывают намного-намного смешнее, нежели победы. Поэтому я и выкладываю фейлы тоже. Вот, но пока что на второй каточке у нас, как видите, с вами все достаточно неплохо идет. Нам чувак тут стрелу на халяву раздаривает. Сейчас проверим мою догадку. Да, лук на силу 3, видите, как бы моя догадка была верна. Ну, это не совсем была догадка, я просто знаю, что здесь есть такой кит, а скорее всего, ну, скорее всего, он должен был бы попасть этому пацану. Значит, 3, старта 1. Типа я могу выбрать, либо зачаровать себя, например, на грудне какой-нибудь. Но для этого, в любом случае, нужно нам ревать с вами на коваленка. Либо крафтить, но железа у нас с вами нет, либо где-то находить. Ладно, пока что сделаю немножечко опыта. И пройдем на следующий остров. Так что, ребята, я, конечно же, буду иногда выкладывать и фейлы, и победы будут выкладываться тоже. Я в Skyward достаточно часто выигрываю, хоть, честно скажу, скилл мой в PvP не самый лучший. То есть, есть люди, которые намного лучше меня, естественно, PvP-шутся. Но мои видео любят не за PvP, как говорится, да, а за то, что я, ну, всегда найду о чем поговорить с подписчиками. То есть, с вами, ребят. И надеюсь, вам тоже нравится слушать то, что я вам тут втираю. Вот, поэтому, ребятки, как бы, подписываемся, ставим лайки, да, как бы, делимся видео с друзьями. И, вон, по тому пацану стреляем. А, осталось три плеера. Я один из этих трех плееров, что ли. Вот, пока. Так, на Shift сел он мне пока. Он мне видел, конечно, но... Он мог не знать, что я сейчас начинаю сюда строиться. Это реальное преимущество. Во-первых, он на огнестойкости будет. А, во-вторых, пока он не видит, кинует регенерацию. Ох, нифига себе. О, еще и другой из лука стреляет. Ну... Да ладно! Ваттафак! В дырку упал! Да как? Как она тут была, боже мой! Вот, вы посмотрите. Вот просто неудачник. И сдух. Просто в эту дырку... Вот в эту дырку упасть! Ваттафак! Просто! Ваттафак! Именно в эту дырочку упасть! Вообще, на самом деле, 2 килла просто у меня застилили. Как? Просто как? Зачем делать эту карту с такой дыркой в это... Вот, знаете, это было просто... Это был трэп! This is трэп! У меня еще чувак, который начал стрелять из лука. Это было немного неожиданно. Но это было достаточно забавно. Вот поэтому я и выкладываю фейлы, потому что они бывают достаточно смешными. И вот это... Порой умираешь из-за того, что просто падаешь в какой-то такой блок непонятный. Это реально забавно. В этот раз решил поиграть, ребятки, на нормал моде. Ну, что-то, два раза на инсейне. Конечно, прошлое видео по скайварсу было полностью на нормал моде. Но, не знаю. Вот, если честно, мне больше нравится нормал мод. Я не могу это объяснить. Он просто... Не то, чтобы он проще, да, или сложнее. Но он какой-то более... Более адекватный. Потому что не попадаются луки на пауэр 3. Чтобы вы понимали, лук на пауэр 3 это слишком балансная вещь, как по мне. И если она тебе попадется, ты реально можешь начать жестко убивать. Не за счет скилла. За счет того, что у тебя лук на пауэр 3. Ну, лук на пауэр 1, как бы, ты все равно можешь стрелять пацанов на изи. Вот так вот, хоп. Минус 1. Хоп, минус 2. Вот так вот, хоп-хоп. И все, минус 2 уже сделал. Сейчас я так строюсь. Мне тоже, хоп, кто-нибудь минус 3. В принципе, это нормально для скайварса. Ты такой строишься. Бах и минус 3 делают пацанчики. Которые тебя не очень любят. Хотя дело-то не в любви. Так, отлично. Здесь какой-то парень. Давай-давай, минус. Изи. Изи килл еще. У нас уже 3 килла, ребятки с вами. 3 килла. Что у нас тут есть? Ничего. Хм, полезные вещи. Ничего, это даже хорошо. Только здесь на центре где-то еще должен быть один пацанчик. Где он? Здесь больше никого нет. Да ладно. Все мне? Это все мне? Сила 1 лук. Понимаете, вот на нормале сила 1 лук, это в принципе норма. На нормале сила 1 лук, это в принципе норма. Нормально. Тавтологию какую-то говорю, ребят, на самом деле. Так, и яйца у меня в принципе есть. Да, яйца у меня есть, слава тебе, господи, еще. Так, осталось 4 игрока. Вот двое точно там перекидываются яйцами тоже. Ну, что, у пацанов такая игра. Нравится им яйца в друг друга кидать. Один вон там. Ну, то есть 2, все 3 игрока с этой стороны. Надо еще подсобить там кому-нибудь. Оп. Оп. Один слил другого, а я слил его. Ну, все, этому пацану уже точно думаю не выиграет. Если, конечно, он вдруг не подрубит резко флайхак, не прилетит ко мне, и килаура меня не забьет. Да, боже мой, что за... Боже мой, ребят, вы этого не видели, ясно? Вы этого не видели, ребятки. То, что вы сейчас видели, вы это на самом деле не видели. В итоге бахают, пацан, выигрывают. Я такой, ну, ребят, ну просто демастер лох. Скайварси, да, я не умею в Скайварс играть. Вообще нубасы я, ребят. Так что можете писать в комментариях, демастер нуб, демастер днищи, не умеет играть. Фу, я вообще изи раскидываю. Мне так в кэске обычно пишут, что я в кэске не умею играть, да, как бы. Но я обычно не обращаю внимания таких людей. Ну, как, я на самом деле обращаю внимания, потому что я про это сейчас говорю. Если бы я не обращал бы внимания, я бы про это не говорил. Вот так вот, оп, пацанчик, хоп. Почему-то он как-то неправильно движется. Почему он просто не достает, он не так движется. Боже мой, какой-то странный пацан. Ну, это реально странный. 47 стрел у меня еще есть, в принципе. Для респауна сундуков 55 секунд можно было бы подождать, но нет. Но нет, ребятки, у меня своя стратегия. Я здесь так, бах. Да, правильно, подстрой блоки, чтобы я просто потом спрыгнул. У тебя осталось 14 единичек здоровья, да, и чтобы я тебя просто добил, пацан. Ну, логика у пацана, понимаете, вот такая вот. Нет, чувак, я сначала по максимуму тебе продемажу. А потом... А уже потом... А уже потом спрыгну и добью. Вот так вот, смотрите, хоп. Спарта! Виктори! 5 киллов. Ну, вот видите, на норму, как-то у меня получается лучше. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ладно, давайте еще пару каточек скатаем, и, думаю, можно будет заканчивать. Ну и последнюю каточку на сегодня, ребят, сыграем тоже на инсейне, потому что, в принципе, сегодня серия должна быть по инсейне, но просто одну решил каточку сыграть на нормале, ребятки. И это норма. Это, на самом деле, норма. Смотрите, сразу же на инсейне надают алмазную броню. Значит, в остальных сундуках будет трэш. Главное, чтобы дали меч хоть какой-то. Ну, как видите, реально трэш дают. Лучше бы дали алмазный меч на остроту 1. Очень часто он здесь попадается, кстати. Вот, ну, в этот раз, как видите, не дали. Сказать, нет, да мастер. Нет, не дали него. Ну, окей, окей, и все. Так, шо, пацан на меня смотрит? Он что-то задумал. Он что-то... Вот, у дала пацана, кстати, алмазный меч на остроту 1. Нифига себе, что там за... А, ты смотри-ка, здесь же карта, где поляна можно бегать. Ё-моё. О, давай, давай, постреляемся, пацанчик. Оп. Тот парень решил ко мне идти. О, он уже здесь. Он уже здесь, ребятки. Сейчас мы его дождемся. Парень, давай, спускайся. Ну же, давай. Паренек, у меня для тебя есть ведерко. Поиграем с тобой в ведро? Ведро на голову, о. Че, он не захотел сюда идти? Его че, тут лучник слил? А нет, вот он бежит, смотрите-ка. Там же он лагает, он лагер какой-то. Я кого-то скинул. Я второго тоже скинул, что ли? Я не упал, там какой-то мостик, надо к ним строиться. Там же замес у них. Четыре хп, четыре хп. Нужно тебя добивать. Регенерацию юзает, негодяй. Давай, 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 парень. Тебе не уйти. Да, боже мой. Такой он, блин, он ёркий был, а. Вы видите, он просто прыгал. На самом деле, просто я рак в PvP. Но это уже совсем другая история. В Sky Wars это такой мини-режим, где, на самом деле, его нужно вовремя закрысить, если честно. Вот, ну что, если ты будешь драться так вот, как эти пацаны сейчас дрались, просто друг на друга напали в PvP, когда рядом был я, и мне достроиться было, извините меня, ну, можно сказать, рукой подать, да, до этих пацанов. Ну, видите, что может произойти, поэтому, ребята, всегда, когда играете на Sky Wars, осматривайтесь. Это мини-режим, который требует от вас одного, внимательности. Если у вас не будет внимательности. Вот, кстати, вот эта дерьмовая карта на Hypixel, я объясню, почему. Я не вижу карты, где нужно строиться очень далеко, потому что, ну, из лука очень иди скину. Меня вот сейчас может чувак из лука просто, видите, скинуть, изи. Правда, не знаю, где он. Давайте-ка выпьем себе огнестойкости. Кстати, центр вроде никто не лутал, и поэтому можно опробовать это сделать. Вот так вот, хоп. Хоп-хоп, у вас снежка. Так, тут парень вон там, он там что-то лутает, ну, и насрать. Мы сейчас, может, полутаем что-нибудь получше, чем у нас даже есть. Может, меч на староту 3, возможно. Ну, хотя первые не дают столько хороших. Не дают такой хороший бонус первому. Ох-ох, чувак там стоит. В первом луте. Сейчас, когда будет рефайн сундуков, там уже будут что-нибудь инсейновое, реально. Давайте будем стрелять на ход. Кто, боже мой? What the fuck? А-а-а! Ребят, не смотрите на это дело. Вы на ясно этого не видели. А я сегодня в этот момент у вас видео залагал и перемотал, и сразу же на тот момент, где я закончил. Стрелять? Ха-ха-ха-ха. Уже это был какой-то транс, если честно. Ну, я не могу. Боже мой, ты что, блин? Нео, что ли? Из матрицы сбежал? Ксения или красная таблетка, а? Ха-ха-ха-ха. Я не могу. 9 секунд еще. Не, ну, смотри, он настырно строится так потихонечку. Чувак, у меня есть куча снежков. Хочешь, раздарю тебя? Ладно, я подожду рефайны сундуков просто. Вот сундуки, смотрите. Chest has been refined, да? Теперь хоп, смотрим. Здесь до стрелы. Изи, изи стрелы. Пацанчик что-то больше не строится. Он обиделся на меня. Золотые яблоки. What the fuck? Вот золотые яблоки. Это, кстати, защита 4 шлем. Да, вот эти появляются вроде на защиту 4 вещи. Можно даже нагрудник такой достать. Вроде как. Вот даже ботинки. О, заговор огня. Ну все, пацану как бы будет очень тяжело. Если, конечно, он тоже что-то такое не нашел. А он может и не найти. Мне главное найти эндерперов, чтобы я смог перелететь на его остров, на котором он был. Вот, смотрите, защита от снарядов. То есть звука он уже по нам будет меньше стрелять, да? Опять же, защита 4. Но мне эта защита 4 уже реально не нужна. Скоро еще один рефайн. Я просто дождусь, ребятки, с вами этого. Я дождусь, ребятки, с вами просто респа эндерперла. И с эндерперлом к этому пацану полечу. Где у нас находится этот парень? Он находится на том острове. Ну, в принципе, тут все очень просто. Мне не нужно, не нужно, не нужно, не нужно, не нужно, не нужно. Он сейчас будет бегать, наверное, лутаться. По этим островкам. Но я, наверное, не дам ему этим заниматься. Если честно. Так. Отлично. Сейчас буду просто спамить по нему из лука. Ну, а когда он поднимется наверх, пусть поднимается наверх. И просто начинает лазить по этим островам, страдать херней. А я буду пытаться его убить, естественно. Кстати, он залез. Вяжет. И... Изи килл. Вот так вот игра в Sky Wars очень часто заканчивается. Ты просто стреляешь и убиваешь. ВИКТОРИ! Я, кстати, даже не на первом месте по убийствам. Ну, в принципе, второе и третье место я разделил. Да. Дали мне, правда, третье место. Ну, это рандом Хайбикси. Ну, вот так вот. У нас сегодня были, ребятки, Sky Wars. И было даже один фейл в этом Sky Wars, да. Но это было достаточно весело. Это было достаточно весело и интересно. Также я уже сказал про своего котенка. Это, на самом деле, здорово. Я хотел поделиться этой новостью. Как он топтал... Знаете, он меня разбил? Просто топтался мне по лицу, ребятки. И Али тоже по лицу. А потом пытался залезть мне в рот. Ну, это как-то странно было. Он пытался сделать суицид через... Самопожертвование, наверное. Я не знаю. Он пытался, чтобы я его съел, что ли, или что. Мы думали, может, поймем, что я голодный, да. Но... Блин, он такой классненький, ребятки. Надеюсь, я не забуду ставить для вас картиночку, да, в ролике. Вот. На этом все. С вами был Демастер. Всем удачи. Всем пока-пока. Ну, а чтобы не пропускать такие новости, вы можете подписаться на Инстаграм, на ВК мой, да, и следить за новостями, естественно. Также у меня есть еще Перископ. Можете на него подписаться, вдруг буду Перископить. Такое иногда бывает. Вот. Ну, и, ребята, увидимся с вами в следующем видео, да. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok